Представляя нового руководителя компании, коллективу Алмазов Аннабара, вице-президент Алроса Игорь Соболев также прокомментировал ситуацию по производственной деятельности Алмазов Аннабара и ее дочки Нижнеленского. В конце прошлого года, когда ситуация на рынке была неблагоприятная, некоторые эксперты не исключали, сокращение добычи по Алросу может произойти за счет рассыпных месторождений вышеназванных компаний. Соболев подтвердил, что решение о незначительном сокращении добычи принято, но Алмаза Аннабара оно не затронет, так что рабочий процесс идет в заданном ритме в соответствии с ранее утвержденными планами и стратегией. Нужно дать соответствующие пояснения, потому что в местных средствах массовой информации очень много домыслов относительно сокращения объемов добычи. И почему-то делается акцент на том, что компания Алроса имеет планы по сокращению добычи прежде всего на оливиальных месторождениях Алмазов Аннабара и Нижнеленского. Я хочу сказать, что корректировка планов по сокращению добычи, действительно, эти решения приняты, они были приняты еще в апреле. Они связаны с очень низким уровнем продаж алмазов в прошлом году и накоплением стоков компании Алроса. У нас стоки увеличились практически на 6 миллионов карат, с 16 до 22 выросли. Соответственно, руководством компании принято решение с целью сокращения этих стоков, замороженных средств, скорректировать добычу. Мы ее снизили с ранее заявленных 39 до 37 миллионов карат. При этом ни Алмазов Аннабара, ни Нижнеленского эти сокращения не коснулись. Сокращения у нас предусмотрены в летний период на Удачинском ГОКе. Соответственно, 12-я фабрика будет стоять у нас более продолжительное время, нежели ранее планировалось для проведения летнего ремонта. И остановлена обогатительная фабрика номер 15 на Нюрбинском ГОКе. Алмаза Аннабара и Нижнеленская в связи с тем, что ворные работы уже были выполнены, соответственно, это было экономически нецелесообразно, мы этого не рассматривали. Расчеты действительно, этих просчетов экономических последствий действительно были. Но сегодня, с точки зрения эффективности работы, с точки зрения эффективности по добыче в выручке на 1 рубль затрат, и Алмаза Аннабара и Нижнеленская имеют высокие показатели, соответственно, никакой остановки речи нет. Эти планы уже утверждены, соответственно, Алмаза Аннабара будут работать, соответственно, с утвержденным бюджетом. Продолжение следует...